В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукой до тех пор, пока не выдвинули под ним доски, и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта. Что-то волновало и мучило ее. И причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами. Когда они выходили из театра, Анатоль подошел к ним, вызывал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ее руку выше кисти. Наташа, взволнованная, красная и счастливая, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее. Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было. И вдруг, вспомнив о князе Андрея, она ужаснулась и при всех за чаем, за которым все сели после театра, громко ахнула. И, раскрасневшись, выбежала из комнаты. «Боже мой, я погибла!» — сказала она себе. «Как я могла допустить до этого?» — думала она. Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с ней. И не могла ни понять того, что с ней было, ни того, что она чувствовала. Все казалось ей темно, неясно и страшно. Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Дюпор в курточке с блестками, и девицы, и старики, и гордая, с спокойной и гордой улыбкой Элен в восторге кричали «Браво!» — там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто. Но теперь одной самой собой это было непонятно. «Что это такое?» «Что такое этот страх, который я испытывала к нему? Что такое эти угрязнения совести, которые я испытываю теперь?» — думала она. Одной старой графине Наташи в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. «Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом, или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило. «Погибла ли я для любви к князю Андрею или нет?» — спрашивала она себя, и с успокоительной усмешкой отвечала себе. «Что я за дура? Что я спрашиваю это? Что со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его больше не увижу никогда», — говорила она себе. «Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такую. Но какую-такую?» «Ах, боже мой, боже мой, зачем его нет тут?» Наташа успокаивалась на мгновение, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда, и хотя ничего не было, инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла, и она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жест и нежную улыбку этого красивого и смелого человека, в то время как он пожал ее руку. Продолжение следует...